Он сказал, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Его отец был крестником Петра I и назвал его в честь Александра Невского. В детстве он часто болел и рос слабым, что не помешало ему с измольства изучать военную историю и науки. Он начал свою службу мушкетёром в Семёновском полку Лейбгвардии. Однажды, стоя на часах у Монплезира, когда императрица Елизавета Петровна проходила мимо, отдал ей честь и обратил на себя внимание. Государыня, узнав, чей он сын, хотела дать часовому серебряный рубль. Он отказался и объяснил, что брать деньги караульному запрещает устав. «Молодец», — сказала Елизавета, — «знаешь службу. Я положу рубль здесь, на земле, как сменишься, так возьми». Этот крестовик он хранил всю жизнь. Нет такого русского, кто не знал бы его фамилии. Она — синоним слова «победа». Это о нём Екатерина II сказала, победителей не судят. Множество художников его времени выбирали своими сюжетами его легендарные бои и кампании. Швейцарский поход, взятие Измаила и другие. Он не проиграл ни одного сражения из более чем 60. Причём большинство его побед были одержаны при численном превосходстве противника. Он развил и обогатил все области военного дела. Он воспитал Кутузова и Багратиона. Учились у него и признавали это даже враги. Генерал Моро, маршал Массена и сам Наполеон. Он — генералиссимус. Он — Александр Суворов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова